Губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев встретился с новым генеральным консулом ФРГ в Екатеринбурге Штефаном Кайлем и обсудил ряд вопросов сотрудничества Свердловской области с Германией на ближайшую перспективу. В беседе глава региона высоко оценил роль дипмиссии в развитии двустороннего взаимовыгодного партнерства, отметил стабильность лидирующих позиций Германии по объему товара оборота среди внешнеэкономических партнеров Свердловской области. Губернатор отметил, что по результатам прошлого года Германия вошла в тройку ведущих торговых партнеров региона. Такие впечатляющие результаты, возможно, стали только лишь благодаря тому, что здесь наиболее развитая инфраструктура, а также при том, что здесь всегда очень эффективно работало германское консульство. Губернатор выразил уверенность в том, что в условиях непростой международной обстановки развитие именно межрегиональных связей позволит развивать и деловые контакты, и политический диалог России и Германии. При этом, отметил он, Свердловская область благодаря историческим традициям и высокому промышленному потенциалу всегда тесно взаимодействует с немецким бизнесом. Хорошим доказательством тому, по словам Евгения Куйлышева, является сотрудничество региона с такими известными компаниями, как Siemens, Bayer, Basf, Deutsche Messe, SMS Group и другими. Проект о производстве локомотивов и пригородных электропоездов «Ласточка» сегодня известен всему миру. Это группа «Синара» совместно с компанией Siemens. Они успешно продемонстрировали свою работу на зимних Олимпийских играх в Сочи. Евгений Куйлышев подчеркнул, что уже 5 ноября скоростные поезда «Ласточка» начинают работать и в Свердловской области. Правительством региона определены наиболее востребованные свердловчанами маршруты Нижний Тагилы, Каменск, Уральский. Среди предстоящих совместных событий губернатор особо выделил стартующий 8 декабря 7-й российско-германский форум по энергоэффективности, к участию в котором приглашены ведущие эксперты в области энергетики, представители Европейской и Евразийской экономической комиссии, руководители профильных ведомств стран Евросоюза и Евразийского экономического союза. В ответном слове господин Кайль поблагодарил губернатора за высокую оценку работы Дипмиссии, подтвердил заинтересованность немецкого бизнеса в продолжении партнерства. По словам дипломата, Свердловская область – один из самых значимых российских регионов в плане индустриального развития. В Германии его называют Рурской областью России. И несмотря на современные сложности, сотрудничество остается на высоком уровне. Многие немецкие компании успешно ведут деятельность на территории нашего региона. Это также продемонстрировали выставки, организованные осенью этого года, при участии крупнейшего немецкого выставочного оператора Deutsche Messe в Екатеринбурге. В ходе обмена мнениями стороны также обсудили перспективы нового уровня партнерства в рамках международной выставки «Напром». В частности, Штефан Кайль не исключил на первом этапе возможности официального участия Германии в ее работе с тем, чтобы в будущем, при наличии обоюдного интереса, выйти на официальное партнерство двух стран в рамках проекта. Также разговор шел и о сохранении исторического наследия, связывающего наш регион и Германию, обмене информацией о судьбах солдат и офицеров обеих сторон во времена Первой и Второй мировых войн, местах их захоронения. В завершение встречи немецкий дипломат поблагодарил губернатора за теплый прием и выразил уверенность в продолжении конструктивного диалога со Свердловской областью. Если говорить об Артемовском городском округе, то, откидывая экономические решения на высоком уровне, остается простой человеческий фактор. Среди родственников жителей нашего муниципалитета немало тех, кто в годы войны погиб или пропал без вести на немецкой земле. В последнее время все больше информации о их судьбе или местах, где солдаты нашли вечный покой, поступает от германских коллег. Возможно, среди нее окажется и та, которая прольет свет на неизвестные страницы жизни и подвига артемовцев в годы Великой Отечественной войны. Связывает нас с Германией немало других моментов. Так, в Артемовском городском округе до сих пор есть здание, построенное немецкими военнопленными, причем их качество специалисты оценивают весьма высоко. Есть кладбища, на которых упокоены немцы, завершившие свой жизненный путь в нашем районе. Касаясь последнего, нужно отметить, что благодаря работе неравнодушных людей, представителей соответствующих структур, эти места захоронения поддерживаются в наглежащем состоянии. Очень печально, что наши страны во многом связаны столь трагическими событиями. Однако нынешний виток сотрудничества на более тесном региональном уровне способен поднять отношения на более высокий экономический и гуманитарный уровень.